Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Именно Шелест был одним из организаторов ввода советских войск в Чехословакию. Сместили Петра Шелеста с должности за нарушение ленинской национальной политики. Шелест чувствовал себя уверенно первым секретарем ЦИК. За ним стояло очень могучее государство. Он не предполагал, что это будет устранение Хрущева тотальное. Вы сегодняшнее наше? Хорошо. Он был не только инициатором, но и непосредственным участником и организатором переправки советских войск через Карпат. Во времена, когда Шелест был у власти, зайдя в сельскую хату, увидят два портрета. Портрет Шевченко в рушнике обрамленный и рядышком портрет Шелеста. Когда Шелест побывал на предприемствах Николаева. Шелест говорит, что Ленин Ильич, мы не сможем выполнить вашу просьбу. Это было бы, ну, негативно сказалось бы на развитие животноводства и на нормальное обеспечение населения Украины. С ним ездил всего один охранник. Один охранник. Снайпера на крышах, на балконах не выставлялись, когда он ехал. Это уже говорит о том, что он людей не боялся. Он шел до людей, и люди к нему шли. Директор Украины. Петр Шелест родился в 1908 году в семье полного георгиевского кавалера, Ефима Шелеста. Семья была уважаемой, но не богатой. В 15 лет Петр втайне от родителей вступает в комсомол. В 1920-х годах активно участвует в закрытии церквей. Уже на пенсии Шелест будет сожалеть об этом, считая данный эпизод своей биографии одной из главных ошибок в жизни. В 20 лет Шелест становится коммунистом. Заканчивает партийную школу, горно-пулеметную школу и Харьковский институт народного хозяйства. Это не просто он получил дипломы, а он действительно был очень, я бы сказал, высококультурный человек. И грамотность – это составная часть его культуры, общей культуры. И то, что он успешно справлялся со всеми теми заданиями, которые ему поручала та или иная инстанция, включая московские, ведущие органы и так далее, успешно справлялся. За 10 лет Петр Шелест проходит путь от заместителя начальника цеха до секретаря Харьковского горкома партии. Столь быстрому карьерному росту из Шелеста его предшественника на должности первого секретаря ЦК Компартии Украины Николая Подгорного способствовала волна жесточайших репрессий конца 30-х, начала 40-х годов 20-го века. Так в 32 года Шелест фактически курирует всю оборонную промышленность Харькова. В это же время он знакомится с руководителем Украинской ССР Никитой Хрущевым. Хрущев отмечает организаторские способности Шелеста. Никита Сергеевич знал отца еще с довоенных времен, на самом деле, когда он был секретарем Харьковского обкома по оборонной промышленности. Вот еще тогда они лично общались, ну и, по-видимому, где-то какое-то мнение тогда как бы эффективного руководителя у Хрущева сложилось. Карьерный рост прерывает война. В Челябинске, где Петр Шелест работает в годы войны, он отвечает за производство снарядов к реактивным минометам «Катюша». После войны Шелеста переводят в Ленинград на должность директора авиационного завода, выпускающего самолеты истребителей. Несмотря на то, что возглавляемый им завод один из лучших, Петр Шелест просит освободить его от занимаемой должности. Это связано с семейными обстоятельствами. Дело в том, что я, мне тогда было 10 лет, ленинградский климат для меня оказался очень нездоровым, и у меня было, собственно, преддверие туберкулеза, бронходенид, то, что называется. Никакие средства, даже самые лучшие, там и лучшие врачи смотрели, ленинградские не помогали, и поэтому, значит, порекомендовали смену климата. Отцу на выбор предложили два завода авиационных. Один в Киеве, Антоновский, а второй в Комсомольске-на-Амуре. И какое-то время он колебался, потому что в Комсомольске-на-Амуре ему сказали, что там окажут всевозможную поддержку финансовую, организационную, кадровую и так далее, и как бы свободу действия. А в Киеве сказали, это завод сам по себе мощный, но там есть свои проблемы, там, Петр Шелестович, ты сам будешь его вытаскивать. Поэтому он колебался какое-то время, для него это Комсомольск-на-Амуре был как вариант, ну вот, очень широкого фронта действия, он любил такую работу. Но потом все-таки родина, Украина, Киев перевесили, он попросил перевезти его именно в Киев. Киевский авиационный завод, руководство которым поручили Петру Шелесту, был только переведен из эвакуации. Часть оборудования находилась на складе, часть в железнодорожных вагонах. Однако уже через пять месяцев первая серия Ан-2, прозванных в народе кукурузниками, была сдана заказчику. Еще через два года это уже передовое предприятие Киева. В 1954 году Шелесту предлагают перейти на партийную работу. 13 марта 1961 года прорвало земляную дамбу вокруг Бабьего Яра. Причина – плохие дренажи. Селевой поток высотой в 14 метров хлынул в сторону Куреневки, одного из районов Киева. Жидкой глиной залита площадь около 30 гектаров, разрушено свыше 30 зданий. Практически полностью уничтожено трамвайное депо имени Красина. Официально погибло 145 человек. На самом деле более полутора тысяч. Но Петр Шелест, тогда еще секретарь Киевского обкома партии, быстро пресекает панику и грамотно организовывает спасательные работы и помощь пострадавшим. Через два года в 1963-м неожиданное даже для самого Шелеста повышение. Его назначают на должность первого секретаря Компартии Украины. Для руководства республики это тоже было большой неожиданностью. Ведь на эту должность прочили Ивана Казанца. Во-первых, Шелест по возрасту был старшинем меня. Во-вторых, опыт работы партийной у него был уже. И третий, его знали. Он как раз в таком возрасте, который должен большую отдачу дать еще. Тут я не вижу ничего такого. На плену МЦК Компартии Украины сразу же после назначения Петр Шелест сказал. Пока будет биться сердце в моей груди, я буду делать все, чтобы оправдать ваше доверие. Уверен, что при поддержке президиума членов ЦК и актива республики я сумею продолжить дело Никиты Сергеевича. Никита Сергеевич Хрущев отцу покровительства. Мотивы этого покровительства, однако, кольцами такие простые. Внешность и манера, я думаю, здесь роли не играли. Стиль управления внешне у них был несколько похож, но в отличие от Никиты Сергеевича, отец волонтаристом не был. Он прислушивался к мнению на местах. Я вот помню, я как-то с ним иногда брал меня в поездке по республике. Он приехал в один из совхозов на юге Украины. Ну и после того, как посмотрел хозяйство, он спрашивает, ну что тебе сделать нужно, чтобы у тебя еще все-все было? Он говорит, Петро Михайлович, а можно так, чтобы домена не чеплялась, а не райкомовский, не обкомовский? Отец засмеялся и сказал, ну я тебя понял. Значит, если что, ты обращайся прямо ко мне. Менее чем через год Петр Шелест один из главных организаторов антихрущевского заговора в ЦК. Мотив – внешняя и внутренняя политика Никиты Хрущева. Карибский кризис, который поставил нас на гран-треке мировой войны. Леское обострение отношений с Китаем, который создаял нам второй фронт, что называется, на дальневосточных окраинах. Чехарда, совнархозы, обкомы, сельские обкомы, которые как бы парализовали всю эту деятельность управленческую. Многократно они парализовали все это. Ну и все эти факторы вместе взятые привели к мысли, что да, по-видимому, надо каким-то образом ограничить власть Хрущева, для того, чтобы не было подобных эксцессов, крайне опасных. Заговорщики несколько раз проверяют Петра Шелеста. Обсуждают при нем Хрущева. Говорят, что он почти дед, пора ему на покой, нам нужно его беречь. Видя спокойную реакцию руководителя Украины, к нему в гости напрашивается Брежнев. Петру Ефимовичу это показалось странным, ведь они с Брежневым не были близкими друзьями. Леонид Ильич начал с традиционного разговора о погоде. В это время к ним подошел внук Шелеста. Я подбежал к нему, он стоял с каким-то мужчиной, разговаривал. Он говорит, мол, это мой внук Петя, а это дядя Леня. Я знал только одного дядю Леню. Это дядя Леня киномеханик, я его никогда не видел. Я только знал, что он есть, потому что он все время был в кинобудке. Я был дядя Леня из кинобудки, когда привозили фильмы, значит, дядя Леня из кинобудки должен был их показать. Ну, раз дядя Леня, я сразу сказал, ага, знаем. Такого человека, дядя Леня из кинобудки. Вот и все. Прежнему, когда встречался с Петром Ефимовичем, он им передавал привет, передай привет внуку от дяди Лени из кинобудки. Ну, все-таки. Петр Шелест взялся отвечать за спокойствие в Украине во время снятия Никиты Хрущева. Именно он проводил доверительные беседы с членами ЦК КПСС от Украины. Позаботился и о создании необходимого общественного мнения. Это был обыкновенный будничный день. Я с отцом поехал на Житний базар, центральный рынок Киева. Дешево купить было, я бы сказал, невозможно чего-либо в то время. Все, дефицит, в том числе и хлеб. И выходя из него, мы зашли в хлебный магазин напротив, один из самых крупных хлебных магазинов Киева, возле Житнего рынка. Мы привыкли, что полки пустые, хлеба люди ожидали, очереди стояли. Зашли на всякий случай. В это время заходит крестьянин с базара, довольно пожилой, и спрашивает за ума, который вышел толстый такой, за ума в белом халате. И спрашивает его, а когда будет хлеб, а он ему отвечает, хотя на полках хлеба нет, какого тебе? Белого? Черного? Все есть. Хрущева сняли. Он не предполагал, что это будет устранение Хрущева тотальное. То есть речь шла о том, что, ну, может быть, там, как говорили, там, министром сельского хозяйства, или там, секретарем ЦК, там, по какому-то направлению. То есть об этом шла речь. Он себя держал, но там на президиуме очень хорошо. Говорит, ну, ладно, разве так? Напишет заявление, я не буду с вами бороться. У нас одна идеология, одни задачи. Я с вами в борьбу не буду уступать. Напишет заявление, я выйду со всех постов. Кто ему написал заявление, я не помню, потому что было такое, не помню. Кто-то ему написал заявление. Тучше. И он его подписал. Подписал, а потом говорит, разрешите мне выступить пару минут на пленную. Да. Обратиться к пленному с вопросом. Вот такое. Вот так он. Вернее, обратиться к пленному с вопросом. Ну, тут, значит, Брежневу сразу. Нет, нет, Суслову, нет, нет. Я смотрел, а ввел заседание Хрущева, все. Хрущев, Хрущев. Да. И вот, значит, смотрю, у Никиты Сергеевича слезы полежались. Находясь при смерти, Петр Шелест повторял, не трогайте Никиту Сергеевича. Своему сыну он завещал встретиться с сыном Хрущева Сергеем и вместо него принести извинения. Эта встреча состоялась. Больше всего переживал Никита Сергеевич даже не по поводу отстранения. Он воспринял это относительно спокойно. Но вот дальше, когда он писал мемуары, когда ограничивали его свободу передвижения, когда ему запрещали публиковаться, когда его вызывали на тяжелые разборки в ЦК, значит, в этом отец уже никакого участия не принимал. Поэтому Сергей Никитович говорил, вот здесь, в этих гонениях, в этой опале его отца, ваш отец уже никакого участия не принимал. Поэтому, кажется, я воспринимаю вот эту его позицию. И действительно, давайте, простим взаимно друг другу обиды за наших отцов, что мы и сделали. Так давайте, товарищи, все сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее еще было лучше, чтобы верным шагом, уверенной поступью, двигаться самим, вести за собой товарищей, чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина, уверенно двигались в строительстве коммунизма к победе коммунизма. Петр Шелест отстаивал экономические интересы Украины. Это раздражало сторонников жесткой централизации в руководстве СССР. Например, в 1965 году на заседании политбюро ЦК КПСС он пошел на открытый конфликт. Все началось с мелкого вопроса, последствия которого вышли на политический уровень. Что такое подсолнечный жмых? Он же макуха. Это один из самых кормов, таких калорийных для скота. И для того, чтобы украинское стадо поддерживать в нормальном состоянии, планировалось, что этот самый жмых, он будет распределяться украинской, соответственно, плановыми органами по хозяйству. В какой-то момент Министерство внешней торговли Советского Союза просто забирает значительную часть этого жмыха и продает за границу. Причем тот факт, что продали там по какой-то бросовой цене, это даже не такой существ. Просто не согласовав СМИ, подорвав тем самым планирование сельского хозяйства, развитие стада, молочная, мясная промышленность. Отец по этому поводу написал записку в политбюро. Мотивы его были такие, что в тех случаях, когда это надо для страны, для Советского Союза, ну что ж поделаешь, надо так надо. Но это надо проговаривать, согласовать, и не должно быть так односторонне. А вообще вот на таком уровне, когда не ракетами, не танками торгуют, хорошо бы какую-то часть решения внешнеполитической торговли, внешней торговли, передать на уровень республик. Но предложение Шелеста отвергли. Более того, указали республиканским министрам на их место. Теперь они могли несколько дней ждать приема у московских чиновников. В ответ в Украине усложнили процедуру работы чиновников союзных министерств. Пример того, как надо действовать, подал сам Шелест. Были такие случаи. Приезжает союзный министр, идет на прием до Петра Ехимовича и ждет приема у него, приемный Петра Ехимовича. Десять, двадцать, пятнадцать минут в один такой случай, в другой полчаса. И где-то один из министров приехал, и уже не выдержал, и позвонил в Москву. Ну, подскажите Петру Ехимовичу, вот я здесь сижу в него уже полчаса, и он меня не принимает. И он хотел этим научить тех министров союзных министерств, которые бюрократически относились к просьбам Министерства Украины. Но это хорошо было для дела. Для Петра Ехимовича это было не совсем хорошо. Его за это не взлюбили там, в союзных министерствах. Но выводы сделали. Представители Украины старались принимать в первую очередь. Шелест был слишком серьезным противником, чтобы идти с ним или с его подчиненными на конфликт. Шелест чувствовал себя уверенно первым секретарем ЦИКа. За ним стояло очень могучее государство. Поэтому к 70-м годам Украина действительно достигла громаднейших успехов. В горном, металлургической промышленности, машиностроении, химическом, оборонном комплексе, сельском хозяйстве. 8 июня 1965 года. Первый секретарь Центрального комитета Компартии Украины Петр Шелест пишет официальное письмо в ЦК КПСС с просьбой предусмотреть в плане на 1966-1970 годы строительство в Украинской ССР атомных электростанций. Получая из Москвы планы, разнарядки на производство тех или иных видов продукции в Украине, он отмечает для себя очень сильный дисбаланс между энергетической обеспеченностью Украины и требованиями Центра, планами производства тех или иных видов продукции. Он, как хозяйственник, как прекрасно образованный и грамотный технический человек, он понимает, что энергетически обеспечить Украину может только атомная энергетика. Центр не отказал. В качестве одной из площадок предложили район села Капачи. Рассмотрев 16 вариантов размещения будущей атомной электростанции на севере Украины, правительственная комиссия тоже остановилась на этом селе. В Украине против этой площадки резко выступил Борис Патон. Почему нельзя было Чернобыль там ставить? Да потому что он на Припяти стоял, Припять, приток Днепра. А Днепр снабжал питьевой водой 35 миллионов человек. 35 миллионов из 52, которые тогда существовали в Украине. Сегодня уже 46 или 46 с половинкой. В ответ в Академии науку СССР начали травлю. Не помогла даже поддержка тогдашнего главы Совета Министров Владимира Щербицкого. Видя столь резкую реакцию Москвы, в феврале 1967 года Щербицкий подписал проект постановления о выборе площадки у села Капачи. Так началось строительство Чернобыльской атомной электростанции. Пуск Чернобыльской стал поддиею для всей Украины. Будемельникам сердечно привітал Леонид Ильич Брежнев. Это первое святое Чернобыльцев. Друге будет завтра. Уровень знаний об атомной энергетике и понимание ее опасности или безопасности отсутствовало абсолютно. В Советском Союзе вообще доминировало видение атомной энергетики как чего-то совершенно идеального, абсолютно безопасного. Если Александр, президент Академии наук СССР, говорил о том, что реактор РБМК настолько безопасен, что его можно ставить как горшочек под кровать, то представьте себе, что могли сказать Петру Ефимовичу об особенностях атомной энергии, Если даже в 1986 году, после аварии, когда Владимиру Васильевичу Щербицкому положили на стол 30 апреля докладную записку о ситуации в Киеве, о ситуации в Чернобыле, о ситуации с водой в Днепре, где уровень загрязнения поднялся в тысячу раз, рукой Щербицкого напротив этого места написано, а что это означает. В 1968 году начался Чехословацкий кризис. Официальной причиной резкой реакции руководства Советского Союза стала смена политического курса Чехословакии. Инициатором военного решения вопроса был Петр Шелест. Дрежнев закончил доклад свой, доклад высказывания своей точки зрения, и Шелест выпрыгивает и говорит, что такое здесь происходит, кроме другого, вот, листов, требуется обратное присоединение, под Закарпатской Украиной обратно. Я говорю, откуда это вы взяли? Нам это совсем неизвестно. А это здесь, значит, здесь такая-то обстановка, значит, что будем, ревизия границ? В моих щерденках записано, что можно было избежать ввод войск, если бы Брежнев занял правильную позицию с Дубчиком. Он с ним целовался, он с ним, все, Саша, 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 все, и довели тогда дело до такого степени, что коммунистов начали там из партии исключать, выгонять с работы. Мне даже известен и такой факт, что один из наших работников был до этого в Чехословакии, вот, и приехал оттуда, встречался с Дубчиком, присутствовал при всем, и написал информацию, которую по поручению Петра Ефимовича отправили в Москву ЦК КПСС. Информацию о том, что Чехословакия может выйти из-под контроля, передали и сами чехи. Они же оговорили возможные пути выхода из политического кризиса у себя в стране. Но переговоры изначально велись не с представителями союзного руководства, их проводил руководитель Украины Петр Шелест. Они встретились просто на берегу Балатона, и несколько часов там ходили, обсуждали. Значит, их надо было сильно уговаривать, они боялись, они боялись, чем это может закончиться. Все для них лично, и вообще, для ситуации в стране. Но отец их в определенной степени переубедил, и в результате они написали письмо, что вот они полагают, что ситуация вот такая-то неприемлемая, и, значит, они готовы были бы принять на себя функции, ну, скажем, исправления курса. Это письмо отец привез в Москву и передал, опять-таки, не публично передал, потому что это была крайне, кажется, секретная миссия такая. Он передал через личного порученца Леонида Ильича, значит, Брежнев. Брежнев потом сказал, получил эту записку, Петр Ефимович. Мы сейчас обсудим, да, вот, вероятно, этот вариант, как бы, и будем рассматривать как основной. Но Леонид Брежнев с решением медлил. Тогда, опираясь на поддержку Министерства обороны и КГБ, открыто давить на Брежнева начинает сам Петр Шелест. По его указанию в республиканских партийных газетах начали готовиться материалы, чтобы как-то оценить этот шаг. В частности, в газетах «Радянская Украина» и «Правда Украины». Благодаря ему и этим людям, которые, авторам, которые работали на материалы, передали некоторые документы оттуда, которые оправдывали, дескать, этот шаг Советского Союза тогда. И он даже высказал такое мнение, что вот Украина начнет, а потом мы там советуемся, мы сделаем так, чтобы что-то из этого напечатала правда. Руководство Украины организовывает переброску войск границы еще до принятия решений правительством СССР. Петр Шелест фактически ставит Леонида Брежнева перед фактом начала военной операции. Петр Ефимович занял такую жесткую позицию, и он был не только инициатором, но и непосредственным участником и организатором переправки советских войск через Карпат. Политическая целесообразность сохранения социалистического лагеря была. Это мы уже с позиции сегодняшнего дня критикуем этот шаг. Не было бы одних, были бы другие. Какие-то танки там бы точно были. Вопрос заключался в том, чьи танки будут там первыми. В конце 60-х Киев начал диктовать условия Москве. Как правило, это касалось поставок продовольствия. Ни Министерство сельского хозяйства, ни московские партийные рычаги не могли заставить Украинскую ССР сдавать продовольствие больше, чем планировали в Киеве. В августе месяца 1969 года, значит, когда я был первым секретарем Николаевского областного комитета партии, как раз в период хлебозаготовок мне позвонил с Крымом Режью. Он спросил, будет ли выполнить план. А год складывался тяжелый. И дождение было весной. И мы практически, если бы миллион тонн сдали, где-то было бы, ну, процентов, наверное, 40-50 хлебов фуража. И опять бы было тяжелое снабжение населения. Я сказал, Леонид Ильич, вы знаете, у нас кладется такое положение, что мы не сможем выполнить план хлеба, который нам оттан, исходя из проводных условий. Говорит, а где же хлеб брать? Я промолчал. Он говорит, я же сейчас разговариваю с вами по-хорошему, а могу уж и по-плохому. Ни до, ни после Петра Шелеста руководитель области не мог так уверенно и спокойно говорить с руководителем страны. Дело было в Украине. Республика с каждым годом давала все больше и больше хлеба. За счет Украины покрывали невыполнение плановых заготовок в других республиках. Шелест это понимал и поэтому не шел на уступки. Я находился в кабинете Шелеста. И в это время зазвонил какой-то звук, особый телефон, Шелест ввел трубку. И я слышу, еще там товарищи были, что Шелест поздоровал, сказал, здравствуй, Леонид Ильич. Какое-то время мы не знали, о чем там разговор идет. Потом Шелест говорит, Леонид Ильич, вы понимаете, у нас в этом году ожидается очень низкий урожай. Шелест ушла в зиму изреженная, не было дождей, весной также были засушливые дни. И если мы сдадим 700 миллионов пудов хлеба, как это по плану, мы подрежем животноводство, не доберем много продуктов животного, мясомолочной продукции. И у нас будет затруднение для того, чтобы нормально кормить наших шахтеров, металлургов, химиков и других людей. Мы не сможем выполнить вашу просьбу. И имейте в виду, что мы можем не додать какое-то количество продуктов, мясомолочных, Москву, Ленинград и прочее. Шелест положил трубку, покраснел снова, мы ее знали, когда уже он покраснел. Я говорю, заставляю сдать 700 миллионов пудов, но мы не можем это сделать. Пусть обо мне они что угодно думают, но я на это не пойду. При этом ни Леонид Брежнев, ни Политбюро страны не могли предъявить претензии к Петру Шелесту как к руководителю. По темпам экономического роста Украина занимала первое место в Советском Союзе. Готовился отчетный доклад Центрального комитета партии в съезд. И Петр Ефимович говорит, давайте мы в этот раз не будем писать, что производство чугуна увеличилось на столько-то процентов, стали на столько-то, прокаты на столько-то, угля добыто столько-то. А давайте мы скажем, что за 4 года, за отчетный период, страна получила от Украины столько-то чугуна, столько-то стали, столько-то проката, угля, хлеба и так дальше. Вот. И он потом, когда это написали, он говорит, так это же, говорит, голыба, а не то, что тявка не у казахов. Много позже Петр Шелест поймет, что именно его способность принимать жесткие решения и отстаивать их и стала причиной его отставки. До конца жизни он вынужден будет прятать свои дневники. Скорее всего, они были опасны именно вот этими двумя периодами, 64-й год снятия Хрущева, где он достаточно откровенно вписывал поведение людей, находящихся у власти, вот, и не только Брежнева, там, скончавшегося где-то вот в эти годы, когда отец завершал работу над дневниками, но и многие другие еще оставались у власти люди. И 68-й год, где тоже поведение многих и выше, это было неприятно. И, по-видимому, так же, как в случае с Хрущевым, могла бы быть и даже должна была бы быть сделана попытка, ну, определенного изъятия и проведения определенной работы с отцом. Но, коль скоро текстов нет, то и говорить не о чем. Союзным республикам было запрещено самостоятельно строить объекты дороже трех миллионов рублей. Первым этот запрет нарушил Петр Шелест, построив в Киеве дворец культуры Украина. Шелест пошел на хитрость, попросил разрешение на строительство современного кинотеатра. Когда подлогу обнаружили, уже был готов первый этаж дворца культуры. После этого случая, без разрешения Москвы, украинское руководство развернуло еще несколько крупных строек. Это было просто постоянно, как говорится, вот так. Я все время старался на Украину перетащить возможности развития. Там, автомобильная промышленность, металлургическая промышленность и так далее, там, шоссе, дороги. Вплоть до таких, как говорится, мелких эпизодов, когда он абсолютно вопреки и нарушая все законы, распорядился построить дорогу Киев-Борисполь, которая и до сего дня функционирует. Значит, это вызвало, я бы сказал, довольно большое раздражение в московских кругах, потому что, ну вот, он построил такое, что и у нас нет, там, до Внукова. До Внукова было центральным аэродромом. Подобных случаев было много. К примеру, он отстоял у Москвы право на строительство музея культуры и бытов Пирогова, музея истории казачества на острове Хортица. Именно он инициировал издание 26-тонной истории городов и сел Украинской ССР. Петр Шелест всегда гордился тем, что он проправнук запорожского сотника Шелеста. На Западной Украине, это рассказывали мне мои родители, часто можно было, вот во времена, когда Шелест был у власти, зайдя в сельскую хату, увидеть два портрета. Портрет Шевченко в рушнике обрамленный и рядышком портрет Шелеста. Это был батьком нации. Второй вопрос, что в той ситуации, когда заправлял идеологию Иисуслов, а партии правил Брежнев, появление батька нации в Украине, это было нечто такое из серии жареного снега. Не стеснялся Петр Шелест и в оценках работы руководства других республик Советского Союза. Предъявить ему что-либо не могли, он говорил правду. Я был студентом исторического факультета Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. Шелест, как глава партийной организации и фактически глава республики, бывал у нас регулярно. Ну, несколько человек охранников крутились там в коридоре, но можно было к нему подойти и передать записку лично студенту, подняться из зала, передать записку. Ему лично, да. Вопросы были очень интересные. Вопросы касались жизни страны и, конечно же, в первую очередь, какой у нас урожай. А Украина всегда славилась своим урожаем в те времена. Ответ Шелеста на Украине было и будет. А мы тут же второй вопрос, но уже при помощи микрофона нам поднесли. А в соседних республиках, например, в Белоруссии, братской Белоруссии, под боком наша славянская соседка, ответ такой, а что Белоруссии? Один мешок бульбы дадут, восемь мешков пшеницы заберут. Вся свита смеется, и ректор тадашний, Иван Трофимович швец, да, чуть ли не аплодисменты. А потом все это же доносилось в Москву, вот эти такие, мне бы сказал, специфические, своеобразные высказывания Шелеста. Петру Шелесту начали готовить замену. Брежнев выбрал Владимира Щербицкого, которого знал еще со времен войны. Как руководитель украинского правительства он хорошо разбирался в экономике, а его влияние позволяло Москве держать ситуацию в республике под контролем. У них подходы были разные, вот в каком плане. Отец стремился к развитию украинского промышленного, сельскохозяйственного, инфраструктурного потенциала всеми способами, при этом входя, когда нужно, в конфликты. Владимир Васильевич Щербицкий практически любому нажиму Москвы поддавался. То есть, если он видел, что его дальнейшее упорство может привести к ущербу для его политической карьеры, он сдавал, как говорится, все. Примеров здесь очень много. Я приведу только один пример, который уже после того, как он пришел к власти, отец упорно сопротивлялся последние годы нахождения у власти требованию дать миллиард пудов зерна с Украины, тогда на пуды, как бы почему-то считали. Говорил, что не хватит нам фуражного зерна для своего же стада и так далее. В первый же год после того, как Владимир Васильевич пришел к власти, этот миллиард Украина дала. Он получил звезду героя. Ну и бог с ним, это не жалко. Но дело в том, что у нас действительно возник дефицит фуражного зерна, и мы потеряли, порядка, 30% в следующий год стада. Вот, как говорится, разница в отношении. В апреле 1971 года, когда в политбюро ЦК КПСС избрали Владимира Щербицкого, Шелест понял, что Брежнев начал устранять его от власти. Позже ему поставят в вину книгу, написанную по совету главного идеолога страны Михаила Суслова. Вот она. Вот она. Украина наша, Родянская. История Украины. Казахстан есть. Запорожье, Косичьи есть. Вот он описан на каждую область. Элементы национализма, восхваление патриархальщины, как тогда говорили, и так далее. Запорожье, Косичьи идеализации говорили. Это все ему в вину поставили. Причем самое интересное, что в подготовке разгромной уже рецензии на книгу Шелеста в журнале «Коммунисты Украина номер 4» за 1973 год, насколько мне известно, принимали участие и те рецензенты, которые писали хвалебные рецензии. Автор упрекали за то, что это в конечном итоге приводит к пропаганде, воспитанию национальной ограниченности. Вот что в этом отношении эта книга является, так сказать, противоположной той идеологии, коммунистической идеологии, которая тогда господствовала. Когда они на этом пленуме Киевского горкома партии один перед другим старались побольше валить грязи на Шелеста, которого боготворили на днях, которое на руках буквально чуть ли не носили, аплодировали и так далее, и так далее, всем его речам, то, естественно, зрелище было не самое приятное. Или они пытались этим Москве угодить, в этой критике. Они же под Шелестом работали, вы понимаете, а здесь как бы пытались себя обелить, что они подневольнее были риса. И этот момент, такой сюжет, такой психологический, тоже нужно учесть их лично, поведение, много факторов. А потом я еще раз скажу, что у нас в истории, к сожалению, такой отрицательный менталитет, как только снимает руководитель, сразу масса недостатков, и начинают все его критиковать. Весною Петр Шелест переводится в Москву на должность заместителя председателя Совета Министров СССР. Эта должность была придумана специально для него. Он не проработал на ней и года, не хватило 12 дней. Леонид Брежнев торопился устранить Шелеста и использовал для этого очередной пленум ЦК КПСС. Я видел, как Брежнев подошел к Шелесту, который сидел в составе президента, он был членом полиобюро ЦК КПСС, тронул его за плечо и пригласил его выйти в комнату, где обычно собираются члены полиобюро. Ну, сам по себе факт, что они вышли вдвоем, в начале нас, вот, когда мы там сидели, секретарей, он пока не тронул, так сказать, мало ли, какие вопросы. Из дневника Петра Шелеста, 23 апреля 1973 год. Был у Брежнева. Разговор состоялся длительный и изнурительный, но спокойный. Я высказал все о несправедливости, отравле, необъективности и предвзятости. Первый вариант моего заявления он не принял, по существу отверг. Что ты хочешь, чтобы меня после смерти вспомнили, что я на тебя гонение устраивал? Вместе с этим начал предлагать разные варианты, даже с некоторой угрозой. Мол, можно по-разному решить вопросы, но этот от тебя зависит. Пришлось переписать заявление, написать на его имя записку, в которой по существу изложил все вопросы первого заявления. Спросил, что мне ставится в вину. Ответ. Много накопилось материалов. Чуть есть правды. Но в чем? Ты проявлял много самостоятельности, не считался с Москвой. Были элементы мясничества и проявления национализма. Об этом много писали. Я отбросил все это и сказал, что работаю на партию, на народ. Когда минут через 20-25 зашел Шелест, Брежнева пока не было, а зашел Шелест. Мы увидели, мы обычно знали, какое состояние, какой вид у Шелеста, когда он расстроен чем-то. Он зашел очень красный, взбудораженный, расстроенный, сел на место, ни с кем не говорил. Значит, какой-то даже вид у него был такой отрешенный, можно сказать. А где-то после прохода Шелеста, минут через 15 даже зашел Брежнев. Вот тогда мы поняли, что, наверное, что-то такое произошло. Из дневника Петра Шелеста. 27 апреля 1973 год. Закончился пленум. Черные силы сделали свое грязное дело. Я уже не в составе руководства. Пошел на отдых по состоянию здоровья. Проклинаю организаторов моей травли Брежнева, Щербицкого, Суслова. Хотел бы я, чтобы рок судьбы их покарал достойно их грязных, гнусных дел. Мне очень тяжело. Держит меня только то, что я был прав в своих действиях. Я ни перед партией, ни перед народом ни в чем не виноват. Слово националист для отца было, в общем-то, таким, у него была определенная аллергия, негативная реакция на этот термин. Но по существу, да, он был сторонник действительно коммунистического развития. Он был убежден в возможности, ну скажем, усовершенствования системы с хозяйственной точки зрения, с политической, с идеологической. И при этом он полагал, что это должно быть несколько по-разному, с учетом национальной культуры, национальных традиций. Был бы он в любой другой республике, если бы, как тогда же перебрасывали кадры, в любой области, то ли, скажем, в Саратовской, то ли в Ивкутской области. Он бы с такой же ответственностью относился бы к решению всех вопросов, которые касаются жизни людей и развития хозяйства. Через год после выхода на пенсию Петр Шелест просит, чтобы ему позволили работать. Пишет письмо Леониду Брежневу с просьбой о встрече. После года отписок Брежнев так и не встретился с бывшим соратником, но разрешение работать дал. Шелесту предложили работу в ЦК. От кабинетной должности он отказывается и просится на завод. Ему разрешают возглавить опытно-производственное конструкторское бюро на авиационном заводе в Подмосковье. Для своих подчиненных Шелест отвоевывает кусочек Крымского побережья и строит добротный пансионат, который стали называть не иначе, как пансионат имени Шелеста. У него связи были большие, и поэтому он для того или иного завода, которым он руководил, он всегда доставал дефицитные вещи. Станки, оборудование, промышленное оборудование и так далее, и так далее. И все те, кто работал под его руководством, вспоминают, что это был настоящий хозяйственник, который не боялся черновой работы руководителя, общался с рабочими, знал их проблемы, знал их интересы. И в этом плане, конечно же, Петр Ефимович очень выгодно отличается от своих предшественников и тех, кто был снят после него. Сидели на своих дачах, на государственном обеспечении, на всем необходимом. Им по-прежнему оставалось стричь купоны, как тогда говорили. Люди на таком уровне всегда обеспечивали всем необходимым по минимальным ценам или бесплатно. Вот они этим и пользовались, своими благами бывших партийных руководителей. Шелест этим почти не пользовался. То есть, естественно, какие-то блага были у него, и пенсии, и так далее, какие-то скидки, но, повторяю, он работал. Тот период в энциклопедиях, изданных в Советском Союзе, о Петре Шелесте ни слова. О нем вспоминают только в середине 80-х. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предлагает тогда уже пенсионеру Шелесту восстановление некоторых льгот, как бывшему члену Политбюро. Петр Шелест понимает, что его хотят использовать в интриге против Владимира Щербицкого и отказывается от дружбы с генеральным секретарем, а позже и президентом Советского Союза. Плохо он воспринял начало перестройки, и начало, и средину, и конец, и продолжение. Все он плохо воспринял. И с самого начала он сказал, что страну развалят. Так и получилось. При этом еще нас с братом и обругал хорошо. У меня было положительное отношение к тому, что страна развивается, когда зашел разговор с отцом на эту тему. Он меня так послушал, махнул рукой и сказал, что статистика – это такое дело, статистику можно по-всякому повернуть, а вот я тебе скажу, что наша страна остановилась в развитии где-то год-два назад по всем параметрам. А начиная с 1975 года, если не будет серьезных изменений, она начнет скатываться вниз. 1975 год я точно помню на название. Петра Шелеста не стало 22 января 1996 года. По завещанию его похоронили в Украине на Байковом кладбище. Он прожил 88 лет и сдержал данное самому себе слово – пережить всех своих врагов. Я имею право, наверное, сказать молодежи, что жизнь – очень сложная штука. Ее надо воспринимать так, как она есть, и надо, конечно, работать. Главное – работать. Субтитры создавал DimaTorzok